Приветствую вас, Ксения. Есть у меня, конечно, такое вот чувство, что немного скомканно всё в этом писали, немного скомканно всё в этом, как-то вот тут выложили, вот, не то, чтобы это неправильно, да, написали как могли, это всё понятно. Вот, ну, просто достаточно всё получилось скомканно. Такое ощущение, да, что вот хотели много всего, хотели много чего сказать, да, но вот в итоге сказали то, что сказали, вот, ну, оно и понятно через сайт, да, через... Как-то, ну, через текст, наверное, достаточно сложно выразить все, что он... Вот всё, что вам хотелось бы выразить. Вот. Что я могу вам сказать вот по поводу того, что вы написали? Во-первых, наверное, вызывают вопросы то, как при вашем желании реализовываться, да, вот, при том, ну, при том, что вы хотите реализовываться, да, как при этом... Вы, вот, ну, пришли, скажем так, пришли к идее семьи. То есть, ну, мне кажется, что довольно логично было бы, что вот если вы, допустим, хотите реализации, да, если вы хотите реализации, то, ну, наверное, логично было бы, если бы вы вот... Там, там, сперва реализовались, а потом создали бы семью, а так получается. Ну, на мой взгляд, несколько противоречиво получается, что вначале вы создаете семью, а потом думаете про реализацию, вот. То есть, это вот опять же, наверное, какой-то вопрос приоритетов, вот, который вы себе сами ставите. Вот это вопрос именно, вот, приоритетов, это вопрос того, что, ну, что вам важнее, это вопрос того, что вам ценнее. Вот это вопрос выбора, вашего, вашего выбора. Дальше. Значит, так, я закончил экономически, но это абсолютно не мое. Смотрите. Значит, здесь есть моменты, накладывающиеся один на другой. Вы говорите, что зависимо от чужого мнения, вы говорите, что вам нужно одобрение, вот. И при этом вы заканчиваете не тот факультет, которым, ну, которым вы хотели бы заниматься. И, на мой взгляд, это, вот, ну, противоречие, опять-таки, вот. На эту прав... правда, противоречие исключительно у вас, у вас самой, вот. Вот. То есть вы, ну, внутри, 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 внутри себя имеете определенные противоречия. Вот. В результате всего вам, собственно говоря, так и сложно. Вот. Вот. То есть это вот такая какая-то вот неуверенность в себе. Это... Какое-то такое... Какое-то... Какое-то... Вомнение в себе, да? Вот. И прочее. Это, конечно, ну... Это, конечно, ну... Проблем... Проблема... Бостаточно. И мне кажется, что... Либо... Либо... Параллельно... Либо... Перед... Реализацией... Ну... 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 Ваши. Нужно решить эти вот проблемы, которые у вас есть. Вот. Вот. Потому что... В противном случае могут быть... Очень сильные... Трудности, вот. Вот. И... Трудности, ну... В том числе... И... Вот. В... Реализации... Вашей... Это... Грубо говоря... Очень... Эээ... Тяжело реализовываться, когда вот есть... Ну... Эээ... Эээ... Есть... Проблемы... Есть... Эээ... Сомнения, да? Также... Эээ... Нужно... Ээээ... Эээ... Грубо говоря... Эээ... Совместить... Ээээ... Эээ... Значит... Ээээ... Ээээ... Эээ... 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 Им... Эээ... Это вещи разные и они друг с другом связаны не настолько сильно, не настолько много, чтобы сразу оба этих момента реализовывать. Поэтому тут вот тоже такой достаточно важный момент, для вас важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Идем дальше. Желаний много, но где именно я смогла бы лучше себя реализовать, расцветствовать свой внутренний потенциал, как раз мониторщик использует свой коммуникабельный гибро-гиброцесс, неспособленность задачами и амбиции, при этом чувствует себя счастливой и удовлетворенной не ущерб. Мне вдруг похоже мне нужна помощь. Смотрите. По задаче, которую вы себе ставите, я ничего не хочу сказать, да, но та задача, которую вы себе ставите, возможно, является не совсем искренней. Потому что довольно большие требования у вас, как они вот именно ваши требования, они такие, что вполне может быть, нереализуемы. Прямо вот, ну, здесь и сейчас нереализуемы, позже реализуемы, скажем так. Это проблема. В какой-то степени. И нужно исключить факт того, что вы не играете в игру, например, да, но можете почитать про эту игру в интернете. По данным. Вот. Ну, это когда, по сути, перебирают возможные варианты и выходы. Выходы из ситуации, да, но при этом реально проблемы не решают. Я понимаю, что, может быть, это не про вас, да, но исключать такой вариант не стоит. Дальше. Я только свой перепробовал, где не добился успеха. Ну, отчасти данный момент связан с тем, вот, что вас интересует успех. Тогда как реализация, это не про успех. Реализация, это больше все-таки про занятия делом, которые вам интересны. Реализация это больше про то, что вам нужно, да, то, что вам интересно. Вот, это без какой-то такой вот, ну, без четкого вектора, скажем так. Без четкого вектора. Вот. То есть это момент, на который вам, ну, на мой взгляд стоит обратить свое внимание. Вот. Для чего и чем вам так важен успех? Почему вы так активно хотите его достичь? А на этой причине кроссы, где-то внутри, есть потенциал, который никак не вытащить из себя, то ли страх, то опять не получится, то ли лень, то ли отсутся какие-либо ресурсы непонятные. Ну тут нужно разбираться, за страх и за работу. Сейчас я мама в декрете, мы еще один изнутри, задумываяся о самореализации, начиная уже сейчас, когда выиграла вода в стадик, уже знает, куда идти работать или начать первые попытки продолжения к работе мечты уже сейчас. Ну, работа мечты это в определенной степени идеализация, поэтому от термина работа мечты лучше, наверное, отходить. Отходить в сторону, просто заняться тем, что вам нравится в любых формах. По поводу, ребенку уже, в принципе, сказал, да, сказал, что здесь, ну, есть определенная, ну, в этом есть определенный нюанс. Вот. Так. То, что вот у вас ребенок, вот, то, что у вас ребенок, то, что у вас семья, это вопрос. Вот. Это вопрос. Опять же, да, вопрос, собственно, приоритет, как я и сказал. Дальше. Благодарю, князь, у меня есть страхи, есть комплекс неуверенности, меня не балуются. Ну, это вот ваши внутренние комплекты, по которым нужно разбираться. Ну, на примере, хочу начать ввести блог в Инстаграм, только при условии, что на 100% получу одобрение от сторони подписчиков. Ну, на бритв. По факту, получается, что вы не блог в Инстаграме ввести хотите. А одобрение просто вам, вам нужно. Вот. Это разные вещи. Дальше. Я боюсь хейтеров и людей, которые пишут гадости. Почему? Я очень сильно зависит от чужого мнения. С этим нужно работать. Вот. На оценку вернуть в себе. Мне все время, конечно, похвала одобрения того, что я делаю, тоже, это отчасти про детско-родительские отношения. Здесь, как только я сталкиваюсь с негативом, меня возвращает начальная точка. Я вообще могу сынуть лавочку, потому что мне все-то надоело. Мне это не нравится, потому что я даже не начал. Здесь ваше отношение к негативу. Нужно разбирать, мне не говорят уборство, но во мне нет стержня. Ну, стержень не сказана, а для уборства нужна мотивация. Мне хочется играть без преодоления, без усилия. Это некий инвентилист, тут вам нужен личный рост. У меня низкое сравнение, неверное в себе. Да, с этим можно работать. Есть сравнение с другим взявить. С этим тоже можно работать. Это все очень сильно мешает реализации целей. Я боюсь начать, боюсь не получить. Ведь я столько раз всего начинаю в результате, где я сейчас. Спасибо вам. Ну, естественно, конец текста несколько странный, Ксения. Вот. И... Чувствую. Такое ощущение, что под конец вы начали злиться на себя. Впрочем, в росте ничего страшного нет. Абсолютно. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго. Удачи!